Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули. Очень рада вас видеть! Сегодня приготовим потрясающе вкусное, нежное, сочное, горячее блюдо. Готовится несложно, а нравится абсолютно всем. Картофель нам нужно отварить до полной готовности. 500 граммов картофеля заливаю водой. При варке посолю. Горячий картофель разминаем толкушкой. Добавляем небольшой кусочек сливочного масла. И 100 мл горячего молока. Все хорошенько еще раз разминаем толкушкой. Получается вот такое очень нежное пюре. Одну довольно крупную луковицу нарежем помельче, небольшими кубиками. И также нам понадобятся грибы. Грибы можно взять абсолютно любые. Можно взять шампиньоны, очень здорово лесные грибы. У меня шампиньоны, но они в собственном соку нарезанные. Вообще говоря, они такие, скажем так, безвкусные. Но если их обжарить с лучком, добавить специи, то получается очень даже ничего. Я грибочки помельче нарежу и отправляюсь к плите. Сковородку разогреваем, наливаем немного растительного масла. И сначала отправляем обжариваться лук. Жарим до легкой-легкой приятной золотистости. Теперь добавляем мелко нарезанные грибочки и обжариваем вместе 3-4 минутки. Затем я посолю, добавлю черный молотый перец, немножко сухого чесночка. И я добавлю небольшой кусочек сливочного масла. Будет еще вкусней. Грибная начинка готова. 500 граммов фарша. Фарш может быть любой у меня смешанный. Посолим, добавим перец, пару зубчиков чеснока, выдавленных через пресс. Если, как у меня, фарш густоват, то добавляем столовую ложку сверху сметаны. И примерно половину столовой ложки горчицы. Я беру остренькую. Все хорошенько перемешиваю. И теперь для абризоли готовим яичные блинчики. Нам понадобится 5 или 6 яиц. Разбиваю их в миску. Добавляю 3-4 столовые ложки молока. Солим, перчим. И венчиком все перемешиваем. Долго взбивать не нужно, только чтобы соединить белок и желток. Жарить яичные блинчики я буду на блинной сковороде. У меня сковорода фирмы Таллер. 24 см диаметром. Хорошее антипригарное покрытие. Ссылочку на эту сковородку и всю посуду из ролика я оставлю под видео в описании. По промокоду Алена можно получить 15% скидку на всю посуду Таллер. Жарим блинчики на среднем огне до румяности. Очень-очень быстро. Яичный блинчик тоненько смазываю сначала фаршем. Сверху картофельным пюре. Если пюре немножко остыло, то лучше его подогреть в микроволновке. Тогда легче будет распределяться. И сверху немножко грибочков. Заворачиваем вот в такой симпатичный рулетик. И второй вариант я сделаю без мясной начинки. Блинчик смазываю тоненько картофельным пюре. И сверху выкладываю грибы, обжаренные с луком. Надо сказать, что начинки здесь взаимозаменяемые и взаимодополняемые. Поэтому можно обойтись и без картофельного пюре. Или все вместе сделать. В общем, комбинации уже на ваше усмотрение. Форму для запекания смажу сливочным маслом. Выкладываю бризоли. В столовую ложку сметаны добавлю 1 желток. Чуть подсолю, перемешаю. И с помощью кисточки смазываю рулет. Или, как вариант, можно присыпать сыром для румяной корочки. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут. Невообразимо ароматное, аппетитное блюдо. Бризоли очень нежные, мягкие и сочные. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока. Увидимся! Продолжение следует...